всем привет меня зовут юля я рада видеть вас на своем канале сегодня хочу ответить на многочисленные вопросы и показать как я наношу гель-лак а если вы еще не смотрели мои видео в которых я показываю коллекцию гель-лаков и свою лед-лампу то ссылочки на них я оставляю в инфобоксе внизу под этим видео обязательно перейдите и посмотрите там вы найдете много полезной информации последнее время я решила перейти на гель-лаки потому что обычно декоративно меня уже ну совсем не устраивают они держатся на ногтях не более трех дней появляются сколы маникюр выглядит неопрятно и еще если у вас ногти слоятся или неровные волнистые то обычный лак только подчеркнет все эти неровности гель-лак наоборот их скроет и вообще гель-лак по сравнению с обычным выглядит на ногтях просто супер и держится намного дольше техника нанесения гель-лака может многим показаться сложно на самом деле это совершенно не так если вы умеете красить ногти обычным лаком то с гель-лаком у вас также все отлично получится для нанесения гель-лака мне конечно же понадобится лед-лампа я заказывала на китайском сайте алиэкспресс это лампа со светодиодами нового поколения и покрытие в ней высыхает всего лишь за 30 секунд это очень быстро и удобно обезжириватель средства для удаления дисперсионного то есть липкого слоя лаки база закрепитель баф у меня он такой обратите внимание баф мягкий благодаря чему удобно им обрабатывать поверхность ногтя также понадобится апельсиновая палочка и вот такие вот безборсовые салфетки я взяла целый набор от коди маникюр я хочу сделать весенних оттенков для этого я выбрала такой нежно-розовый цвет под номером 53 мятный и также может быть мне понадобятся золотые блестки посмотрю уже по ходу дела вообще эти гей-лаки от нуб имеют очень удобную кисточку давайте я вам покажу у нее идеально ровный срез смотрите благодаря чему удобно подобраться вплотную к кутикуле также все лаки имеют насыщенные цвета у них большая цветовая палитра и еще самое главное эти лаки легко снимаются без повреждения ногтя дело в том что недавно я воспользовалась лаком от другой фирмы так вот я его еле сняла с третьей попытки но вот никак не хотел сниматься и вы можете заметить я повредила вот даже некоторые ногти а эти лаки снимаются очень быстро без проблем основа под гей-лак не допускает проникновение пигмента цветного в ногтевую пластину а вот этот вот закрепитель то есть финишное покрытие обеспечит великолепный блеск плюс он предотвращает скалывание защищает ногти ваш маникюр от внешнего механического воздействия то есть не будет появляться каких-то сколов и царапки давайте начинать я уже сделала маникюр подпилила ногти обрезала кутикулу теперь беру баф и начинаю убирать вот такими вот движениями глянцевую поверхность ногтя ни в коем случае не нужно сильно спиливать ногтевую пластину чтобы не повредить ее мы должны добиться просто матового эффекта обязательно уделяем внимание боковым сторонам ногтя потому что именно в этих местах лак может начать отслаиваться и таким образом я поступаю с остальными ногтями теперь беру чистую кисть и аккуратно смахиваю пыль сделать это нужно именно кистью а не пальцем чтобы не вбить вот это вот все в ноготь теперь наношу на салфетку обезжириватель и начинаю аккуратно протирать ногти сперва я сделаю это только на одной руке потому что маникюр я делаю на левой сначала руки потом на правой таким вот образом проходимся по всем ногтям обезжириватель моментально просто высыхает апельсиновой палочкой я как можно больше стараюсь отодвинуть кутикулу и есть у меня такой небольшой секрет я стараюсь придать кутикуле квадратную форму потому что кисточка все-таки у нас не закругленная и так будет намного удобнее наносить лак делаю таким образом вот готов теперь на этом этапе можно еще нанести праймер он служит как бы двухсторонним скотчем между ногтем и базой то есть маникюр будет держаться дольше не будет отслаиваться но я этого делать не буду потому что все мы индивидуально и кому-то праймер нужен кому-то нет у кого ломкие ногти у кого вот слишком жирная кожа жирные ногти то может быть вам праймер понадобится но я вам советую сначала сделать маникюр без праймера посмотрите как он будет держаться у меня лично все держится 3-2 недели просто замечательно и кстати насчет спиливания ногтей бафом опять же все мы индивидуальны и кому-то может быть даже не понадобится спиливать ногти так что можете пробовать и экспериментировать напишите в комментариях что у вас получится теперь буду наносить основу под лак на кутикулу и на кожу залазить нельзя если так получилось то берите все аккуратненько апельсиновой палочкой потому что когда вы полимеризуете этот слой с основой вашей лет лампе она просто застынет и тогда вы ее уже ничем не удалите набирая небольшое количество и старайтесь сразу кисточкой кутикуле не подходить а вот такими вот медленными движениями плавно наносить базу можете не спешить база не застынет и у вас будет время все на все равномерно распределить по ногтям сначала буду сушить в лампе 4 ногтя потом отдельно уже большой палец срабатывает таймер не ждем в 30 секунд знаете это лампа мне нравится тем что вы можете ее поставить на край стола и аккуратно просушить ноготь теперь я буду наносить такой вот мятный оттенок начну с мизинца кисточка у этого лака также удобно сейчас вы посмотрите какая у него консистенция очень насыщенный оттенок красивая опять же можно не спешить потому что гей-лак не застывает два ногтя я пропускаю потому что их потом покрою светло-розовым оттенком кстати нанести нужно очень тонкий слой чтобы лак хорошо застыл в лампе розовый оттенок также имеет плотную консистенцию я стараюсь подобраться как можно ближе к кутикуле ставя кисть вот видите в такое положение так а на средний пальчик я хочу нанести блестки сейчас посмотрите какие они красивые носить их нужно также два слоя замечательно перекрывают ногтевую пластину и даже провала нанести на белый лак но скажу вам что без какой-то подложки да они смотрятся намного эффектнее теперь помещаю четыре ногтя в лампу жду 30 секунд теперь пришло время второго слоя я начинаю с мятного лака наношу на мизинчик если хотите чтобы маникюр продержался дольше можно запечатать торец ногтя вот таким вот образом если вам не нравится как лак лег в каких-то местах нужно выбрать излишек палочкой я опять помещаю ногти в лампу на 30 секунд теперь пришло время закрепителя работать с ним я советую аккуратно потому что в отличие от базы и гей-лаков он жидкий и вплотную подходить к кутикуле лучше не стоит набираю небольшое количество и распределяю по ногтю при этом дам небольшой совет я вот немного приподнимаю руку направляю ногти вниз чтобы закрепить во время сушки не затек на кутикулу теперь я беру средства для удаления дисперсионного слоя набираю небольшое количество на салфетку средствами приятный такой аромат и начинаю убирать липкий слой с ноготков мой маникюр готов теперь можно нанести какое-то ухаживающее масло для кутикулы и вы у меня вот здесь есть такой крем с витамином е и маслом же жаба как вы поняли из этого видео работа с гель-лаками легко при этом получается очень красивое блестящее глянцевое покрытие которое даже через две или три недели будет также красиво смотреться а также мне нравится плотность лаков смотрите перекрытие просто замечательно вот с обычным лаком я даже не представляю сколько бы пришлось времени ждать чтобы получить такой эффект и то он бы до конца наверно не засыпал я выбрала такие оттенки мятный и нежно розовый потому что весной хочется чего-то легкого яркого но при этом нежного и еще точно знаю что этот лак будет держаться спокойно две или даже три недели но дело в том что после трех недель придется его уже однозначно стереть потому что у меня ногти отрастают и это смотрится некрасиво нашла еще себя такую брошюрку от нуб смотрите какая огромная цветовая палитра у меня вот этот вот мятный 11 оттенок 53 и 71 давайте покажу поближе какие здесь еще цвета видите они в живую эти лаки намного ярче и лучше смотрятся чем брошюре вот если сравнить 11 фиолетовые оттенки очень красивые а также у меня еще есть вот этот вот 66 тоже замечательный оттенок с блестками много пастельных цветов здесь можно увидеть и с этой стороны такие более яркие сочные смелые оттенки если это видео было для вас полезным то обязательно поставьте пальчик вверх мне будет очень приятно также напишите в комментариях пользуетесь ли вы гей-лаками если да то какими как давно а если нет то напишите почему вы до сих пор ими не пользуетесь мне будет очень интересно это узнать ну а с вами была юля до встречи в новых видео и всем пока